Доверие Богу, коллекция мест Писаний, в исполнении проекта «Слушай, молись, размышлей». Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези Твои Он сделает ровными. Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези Твои Он сделает ровными. «Ведь я знаю мои намерения о вас», — возвещает Господь, «намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду». «Ведь я знаю мои намерения о вас», — возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение. С благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Не бойся, ведь я с тобой. Не страшись, ведь я твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я поддержу тебя спасающей правой рукой моей. Не бойся, ведь я с тобой. Не страшись, ведь я твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я поддержу тебя спасающей правой рукой моей. Страх перед человеком — ловушка. А верящий Господу находится в безопасности. Страх перед человеком — ловушка. А верящий Господу находится в безопасности. Так что мы можем с уверенностью говорить. Господь — мой помощник. Мне нечего бояться. Что может сделать мне человек? Так что мы можем с уверенностью говорить. Господь — мой помощник. Мне нечего бояться. Что может сделать мне человек? Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Надейся на Господа. Делай добро. Живи на земле и храни верность. Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца. Доверь свой путь Господу, уповай на Него, и Он совершит такое. Высветит праведность твою, как свет, твою справедливость, как солнце в полдень. Надейся на Господа. Делай добро. Живи на земле и храни верность. Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца. Доверь свой путь Господу, уповай на Него, и Он совершит такое. Высветит праведность твою, как свет, Твою справедливость, как солнце в полдень. Поэтому смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. Поэтому смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. «Никакое оружие, созданное против Тебя, не будет успешно, и Ты обличишь всякий язык, который Тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от Меня», возвещает Господь. Никакое оружие, созданное против Тебя, «Никакое оружие, не будет успешно, и Ты обличишь всякий язык, который Тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от Меня», возвещает Господь. Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези Твои Он сделает ровными. «Ведь Я знаю Мои намерения о Вас», возвещает Господь, «намерение принести Вам благополучие, а не беду, даровать Вам будущее и надежду». Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение. С благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. «Не бойся, ведь Я с Тобой. Не страшись, ведь Я — Твой Бог. Я укреплю Тебя и помогу Тебе. Я поддержу Тебя спасающей правой рукой моей». Страх перед человеком — ловушка, а верящий Господу находится в безопасности. Так что мы можем с уверенностью говорить, «Господь — мой помощник, мне нечего бояться». Что может сделать мне человек? Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. «Надейся на Господа, делай добро, живи на земле и храни верность. Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца. Доверь свой путь Господу, уповай на Него, и Он совершит такое». «Высветит праведность Твою, как свет, Твою справедливость, как солнце в полдень». Поэтому смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. «Никакое оружие, созданное против Тебя, не будет успешно, и Ты обличишь всякий язык, который Тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от Меня» возвещает Господь.